Мы продолжаем репортаж с турнира «Освобождение» из города Белгород, дворца спорта «Космос». Смотрите завершающий пул боев. Будет интересно. 5 августа. Турнир «Освобождение». Позади два рейтинговых боя и четыре схватки матчевой встречи. Команда Александр Невский ОМК против команды Европа. Антон Гуков победил украинца Владислава Степанова. Николай Алексахин нокаутировал Михала Элснера из Польши. Еще с одним поляком разобрался Владимир Немков. В сложной схватке он победил Михаила Гутовского. Артур Астахов за минуту одержал победу над украинцем Владимиром Бриком. Пятый бой турнира. Из Чехии 29-летний Павел Свобода. 7 побед, одно поражение. Черный пояс под дзюдо. Чемпион Чехии по ММА. Чемпион Чехии по грепплингу. Ему противостоит представитель команды Александр Невский ОМК Алексей Невзоров. Провел 8 боев на профессиональном ринге и в 7 одержал победу. Чемпион двух федеральных округов по боевому самбо. Победитель чемпионата по версии М1 Селекшн. Бой начался с разведки в стойке. Чех работал лоу-киками и старался доставать староскольского бойца размашистыми ударами. Свобода действовал первым номером. Невзоров встречал ударами. Попытка Чеха перевести бой в партер закончилась тем, что он сам оказался на спине. Хотя для профессионального грепплера это комфортные условия ведения боя. Невзоров разрывал дистанцию и наносил акцентированные удары. Каждое техническое действие было хорошо подготовлено. Главные достоинства Алексея это уравновешенность в любой ситуации и фантастическая выносливость. Способность вести изнурительные поединки. Чеха подвела физическая форма. Возможно сказались три перелета и необходимость скинуть перед боем 2 килограмма, чтобы войти в весовую категорию. Невзоров закончил схватку добиванием в партере. Чех ушел в глухую пассивную защиту и судья был вынужден остановить поединок. С православным терпением, спокойно, без нотки агрессии досталась победа Алексею Невзорову. Алексей, скажите пожалуйста, у вас перед боем была серьезная травма. И она не позволила вам принять участие в бой за титул чемпиона мира по версии М1. Скажите, эта травма каким-то образом повлияла на подготовку к турниру освобождения? Эта травма повлияла, конечно, к подготовке к турниру освобождения, потому что вообще весь процесс подготовки был основан на восстановлении травмы. Но как бы врачи, грамотные врачи, которые меня обследовали, как бы утешили, сделали нужную процедуру и я смог подготовиться. Как бы, ну а вообще даже был под вопросом, буду ли участвовать в этом турнире. Ну, как бы, и вообще психологически как бы сильно, я же очень сильно потерял форму, не мог где-то в ней вообще ничего делать. Ну, как бы... В очередном бое турнира за команду Европы вышел сражаться венгр Адам Полгар. Его рекорд – 9 побед, 7 поражений. Пурпурный пояс по джиу-джитсу. Победитель ряда турниров по кикбоксингу. От команды Александр Невский ОМК ему противостоял Анатолий Токов. 8 побед, одно поражение. Мастер спорта по боевому самбо и рукопашному бою. Победитель Кубка мира по панкратиону. Чемпион турнира М1 Файтер второй сезон. Сейчас в версии М1 Токов вплотную подошел к бою за титул чемпиона мира. В начале схватки венгр провалился после удара в стойке и Анатолий Токов перевел бой в партер. Адам Полгар постоянно перемещался и не давал проводить эффективные технические действия. Всю первую пятиминутку боец из Старого Оскола атаковал венгра в партере, но серьезных успехов не достиг. Вторая пятиминутка началась с успешных атак Адама Полгара. Несколько ударов потрясли Анатолия. Похоже, он очень много сил потратил в борьбе в первом раунде. Резкий удар староскольца навстречу в челюсть изменил ход поединка. Казалось, что бой вот-вот закончится, но опытный венгр даже в состоянии нокдауна четко защищался в партере. Бороться было очень сложно из-за того, что на ринге царила жара от света софитов. Бойцы выскальзывали друг у друга из захватов. Судья поднял соперника в стойку и Анатолий Токов снова успешно потревожил челюсть своего визави. И опять Полгар эффективно прозащищался в партере до конца второго раунда. Третья пятиминутка изнурительного боя. Адам Полгар пытается провести в стойке попытку удушения. В этой вязкой возне венгр теряет последние силы. Рефери поднимает бойцов из партера и Анатолий Токов акцентированным ударом отправляет Полгара в нокаут. И вот что значит благородство бойца. Бой не остановлен. Токов сам не идет на добивание, видя, что соперник держится за челюсть. Анатолий спрашивает у Полгара, способен ли тот продолжать поединок. Затем привлекает внимание судей к тяжелому состоянию соперника. И только после этого диалога бой официально остановлен. Шестой бой турнира. Самый длинный бой из прошедших. Практически все три раунда провел на ринге Анатолий Токов. И вот долгожданная победа. Анатолий, рассчитывали вы, что бой продлится так долго? И что вы можете сказать о вашем сопернике? Ну, как бы, изначально все говорили, что он, ну, средний такой, не сильный, как бы. И, как бы, расслаблялся чуть-чуть. Но, как бы, на каждый бой нельзя никогда, как бы, слабый, сильный соперник. Всегда надо настраиваться на тяжелый и длинный бой. Как бы, я так и настраивался, но почему-то... Видать, все равно в первом раунде хотел сильно выиграть и выложился. И во втором уже вообще не мог. В третьем все тяжелее. А, как бы, я вижу все удары, что он бьет, как бы, и уже... И думаю, раз в борьбе устал уже, думаю, попробовать встретить там что-нибудь на ручках. Во втором, как бы, пошло чуть-чуть, попадать стал. И в третьем просто попал в челюсть. Как бы, вроде, не сильно, не знаю, но он упал из-за челюсти, схватился, как бы. Спасибо всем. Самый импульсивный и яркий боец турнира – Испания стата примера. Чемпион Испании по ММА. Побеждал на турнирах по дзюдо, имеет опыт в боксерских поединках. Профессиональный рекорд по боям смешанного стиля – 5 побед и 0 поражений. Команда Александр Невский ОМК. 28-летний Дмитрий Самойлов. Он старше своего соперника на 7 лет. 13 побед, 6 поражений и 1 ничья. Чемпион России и мира по боевому самбо 2011 года. Чемпион России по версии С-70 2012 года. Очень опытный боец. Спарринг-партнер Федор Емельяненко во многом перенял его стиль и характер. Считает, что злоба и агрессия мешают ведению поединка. Российское терпение против испанского темперамента. Тата примера пошел в открытую и сразу нарвался на серию встречных ударов. Испанец тут же меняет тактику и уже из закрытой стойки начинает выстреливать размашистые левые боковые. Левшие всегда считались неудобными соперниками, тем более такие резвые. Тата-премьера продолжает давить. Дмитрий Самойлов постоянно отступает, но с ударами. Несколько раз испанец пытался подныривать на короткую дистанцию и это заметил опытный староосколец. Самойлов пускает в ход удары коленями навстречу, что приносит успех. Испанец не потрясен, но получает сильное рассечение и судья вынужден пригласить медиков. Вердикт неутешительный – снятие с боя. Испанец расстроен, но находит в себе силы выйти на объявление победителя и сам поднимает руку Самойлова, признавая за ним викторию. Тата, как вы чувствуете себя после боя? Чувствую себя хорошо. У меня было очень много тренировок, тяжелых тренировок. Этот боец очень хороший, с хорошим рейтингом, но ему очень повезло, всего лишь повезло. И я рассчитываю вернуться в Россию и встретиться еще с русскими бойцами. Что вы думаете о Дмитрии Самойлове? Дмитрий – большой профессионал. Может быть, в следующий раз мы встретимся. И мне бы хотелось сражаться с ним все три раунда, чтобы показать, на что я способен. Что вы думаете о турнире и о болельщиках, жителях Белгорода? Я люблю этих людей, мне нравится этот турнир. Зал замечательно болеет, переживает. Я люблю это, я люблю Россию. А вторым седьмой победы команды Александр Невский ОМК является Дмитрий Самойлов. Дима, тебе не очень обидно, что бой остановил не твой удар, а работа медиком? После моего удара все закономерно, справедливо. Конечно, получилось так, что и оппонент, в принципе, хотел дальше продолжать бой. И я был готов. Готовился на три раунда и с удовольствием бы продолжил. И дальше мы подрались бы. И оппонент мне очень понравился, интересно. Скажи, пожалуйста, что для тебя победы на турнире освобождения здесь, в Белгороде? Ну, морально я долго настраивался на этот бой, потому что в родных стенах у нас второй турнир на Белгородщине, который проходит за последние восемь лет. Редко проходят такие турниры. Здесь собрались все мои друзья, родственники. И морально было очень тяжело настроиться на этот бой. И чтобы не подвести своих, с города получилось. Я единственный выступаю. Мне очень приятно было выиграть и порадоваться всех. Дмитрий, ты также единственный, который участвовал в обоих турнирах. Тогда, в 2006 году. И сейчас, в 2013 году. Ты помнишь тот бой? И что тот бой в 2006 году на Белгородщине значил для тебя? Ну, это был мой первый бой. И как бы путевка дальше, на дальнейшие турниры. И тогда он получился досрочно. Сама его пути. Тогда он получился быстрым и досрочно. Сама его пути. Сама его пути. Да, и от этого боя я отталкивался и в дальнейшем выступал. Главный бой турнира «Освобождение». На ринг приглашают третьего бойца в рейтинге Польши Мация Броварского. Он является победителем ряда международных турниров по грепплингу. Конек, работа в партере. 9 побед и 4 поражения. Хотя 26-летний Виктор Немков моложе своего соперника на 7 лет, послужной список у него солиднее. 17 побед и 4 поражения. Чемпион России и мира по боевому самбо 2011 года. Чемпион России по версии С-70 2012 года. Является претендентом на титул чемпиона мира по версии М-1. К удивлению публики, Броварский не поспешил в борьбу и спокойно начал разведку боем в стойке. Немков провел атаку с ударом и подхватом ноги. Бой продолжился в стойке. Во второй раз подхват ноги закончился хорошим амплитудным броском, и поляк вынужден защищаться на настиле ринга. Первый раунд с небольшим преимуществом остался за Виктором Немковым. На второй раунд Маций Броварский вышел посвежее и стал работать первым номером. Но и там Броварский не отлеживался и постоянно пытался провести болевой прием на руку. Виктор защищался размашистыми ударами и не давал поляку занять удобную позицию для выхода на болевой. Третий раунд. У Броварского заплыл левый глаз. У Немкова практически нет сил. Виктор снова уходит в борьбу. Ему очень тяжело перемещаться по рингу в стойке. Броварский делает попытку за попыткой выйти на болевые приемы, но Виктор отражает эти нападения и набирает очки ударами. Судья решает поднять бойцов в стойку. Снова бросок и снова Немков сверху. Под занавес третьего раунда Виктор пытается провести свой излюбленный прием гильотина, но соперник выскальзывает из захвата староскольского бойца. Этот изнурительный поединок продлился все три раунда по пять минут. И лишь решение судей выявило победителя Виктор Немков. Финальную точку в турнире поставил Виктор Немков. Тяжелый бой, заслуженная победа. Виктор, все ли удалось в бою и как себя вел твой визави? Фу, я думал будет легче. Я просто сейчас перед своим турниром заболел, простыл очень сильно. Я думал вообще не драться, отказаться, но все-таки вышел. Очень тяжело было, очень дышалось трудно. Соперник тоже очень уносливый оказался. Упертый. Слава Богу, выиграл. По рейтингу иностранные бойцы были на порядок выше наших. По количеству проведенных боев, по опыту, по мастистости, они были в роли лидеров. Ну, не настроились, наверное. Посмотрели, что у наших ребят рейтинг два боя, три боя. Решили пройти по-быстрому. Получилось наоборот. Международный турнир освобождения подошел к концу. Восемь замечательных боев, восемь блестящих побед бойцов команды Александр Невский ОМК. Надеюсь, этот турнир будет не последним. Ну, а нашим бойцам мы желаем успехов, побед. Занимайтесь спортом.